Продолжение следует... Знаешь, в перерыве я видел лица французской команды, и вот, не забегая, наверное, вперед, ничего не хочу сказать, но по их лицам, по-моему, вот мне кажется, что вряд ли. Но все будет зависеть, как мы с тобой уже обсудили предварительно, еще с самого начала этого гранд-финала, все будет зависеть от найф-раунда. Если на оверпассе французы поверили в свои силы в защите, то они плотно просчитались, и сейчас они это прекрасно понимают, и они потерпели. Для них это действительно был удар, и как по самооценке, так и в геймплане, соответственно. Ну, а на карте Инферно у них здесь должно все складываться немножко полегче, получше. Тем не менее, Na'Vi на этой карте показали нереальный камбэк против G-Play на этом чемпионате, и показали то, что собираться и, ну, не терять каких-то своих концентраций они тоже умеют. Кстати, по поводу G-Play, вот, знаете, как командная игра у них, вот, по мнению некоторых игроков команды Na'Vi, опять же, тоже общался в течение двух дней с Сиздом и Зевсом. Вот, командная игра, она у них местами сильно хромает, но стрельба просто лютая. А вот французы, они хороши и там, и там. Итак, французы в очередной раз выигрывают сайдпик и будут начинать за сильную сторону на карте Инферно, коей действительно является защита. Ну, а тем временем, вот, уже в зале, знаете, видели, можно поавтопить, пока у нас, в принципе, здесь не началась катка, уже в зале, вот, есть такие, знаете, плакаты, типа, Volvo, please add the tuscan. Да, действительно, мы ждем все эту карту. Ну, знаешь, все, все понимают, по-моему, что вот пора, но кроме разработчика, который не подгоняет. Ну, непонятно, подгоняет или нет. Что ж, рестарты, рестарты на карте. Давайте поаплодируем командам, это все-таки четвертая карта и, может быть, даже будет пятая. Энви здесь немножко, конечно же, на ножах вот подфартила, они собрались и понимают то, что Диффенс должен им позволять здесь выигрывать львиную долю раундов. Какой бы счет не хотела заполучить команда Энви с первой половины, я уверен, Нави сделают все возможное и невозможное, и, главное, непредсказуемое для того, чтобы этого не состоялось. Что ж, Кио и Шокс, вот интересный здесь стэк вообще играет. Попытка французов сыграть агрессивно на банане, ну и пока что видим, все отлично получается. Шокс и НБК два минуса. Ну и дальше уже идут, по-моему, АБЦ действия от французов. Ну, ситуация явно неравная, сделать что-то будет очень тяжело. Тем не менее, Зев Смитса забрал. Двух оставшихся Нави прогоняют с банана и дают понять, что не все так просто будет на пистолетах. Ну что ж, все будет решаться, опять же, в тактических маневрах для Нави. У них есть одна очень интересная и важная позиция. Но все будет зависеть от того, до конца ли здесь останется кто-то из игроков атаки. Здесь я имею в виду именно под второй точкой. Ну, 50 секунд. 50 секунд есть. Конечно, очень плохо получилось, что все-таки разменяться в равное количество игроков не удалось Нави. Но вот, кстати, тот самый коварный персонаж, который должен будет им помочь сейчас сделать. А вот, знаешь, времени более чем достаточно у Нави для того, чтобы сделать идеально, реализовать свою задумку. Ну, знаешь, понимая, вот сколько сил будут тратить на внимательный чек всего подряд, мы... Ну, долго, долго Флэмми, конечно, здесь шел. Его, кстати, уже, по-моему... Да, его зачекали. Французы были готовы к такому повороту. Итак, что же здесь? Шокс. Сейз это забрал. Ну, 2 в 4. Зевс и Флэмми сдаваться не собираются. Зевс, еще один минус. Хэппи продавил. Ну, вот... Ну, опять же, вот скорость суппорта от Энви, она просто фантастическая. Хотя, вот, идея от Нави в безвыходной, казалось бы, ситуации действительно, ну, произошла... Ну, была сделана и реализована эффективно. Единственное, вот, не хватило просто минуса на планете, чтобы более спокойно открыться. Так, друзья, относитесь друг к другу с уважением. Если кто-то поддерживает в зале команду Энви, то дайте им просто показать и поддержать свою команду. Да, не нужно как-то сопротивляться этому. Серьезно, это нечестно, это неспортивно. И это слышит весь интернет, между прочим, там 1050 точно есть. И вот эти... Да, да, да. Они ни к чему вообще. Действительно, мы здесь собрались, чтобы увидеть просто потрясающую игру, как от Энви, так и от Нави. В принципе, команды нас пока не подводят. Я лично этим финалом пока что доволен. Так, Смит залепил, Смит залепил два. Смит залепил, нет, не будет третьего. Два в три ситуация, правда, опять быстрый суппорт в исполнении Хэппи. И два хэдшота заканчивает второй раунд для команды Нави. Бомбы не ставятся. Тяжело будет, тяжело. Только с первого девайса у Нави появляется возможность как-то ответить. Провинились. Все равно провинились. Ну, ты просто посмотри на это. 2-0. Так, ну и у Нави пистолета, соответственно, попробуют разыграть какую-то другую схемку. У Энви здесь вообще все просто. И, походу, они хотят показать, что могут быть абсолютно хладнокровными. Ну, вот, знаешь, Нави, по-моему, пытались поговорить между собой, не используя функцию тайм-аута. А вот явно они такого не ожидали. НБК уже, оказывается, в десятке. Забирает при этом то ли Зевса, то ли... Да, Зевса, скорее всего. Ну и... Гварден подрезал и наказал Шакса, который, кстати, вот за свою агрессию поплатился. И, посмотри, ситуация эта 3 в 3. Остались самые опасные, самые стойкие. Как у команды Нави, так и, в общем-то, и у Энвис. Энвис, конечно, спасает то, что у них девайсный раунд. Но посмотрим, что предложит сейчас Ковач. Вот от него будет зависеть шанс на фраг. Кстати, по плентам очень удобно расположились также игроки защиты. Ну, сложность будет здесь везде. Да, без шансов от Смитса на Б-пленте. Ну, вот если бы Словак, конечно, продолжил давление на каким-то чудом подрезал на бике, то, может быть, они бы зашли в спину к Смитсу на точку Б. Но этого не произошло. И остается всего лишь 30 секунд. Гвардену нужно действовать. У него нет броника и... Ну, по идее, это легкий фраг для Смитса. Но как будет на деле, мы сейчас увидим. Легкий, легкий. Просто легкий фраг. 3-0. И вот наступает момент истины. Закупочка от Na'Vi. К сожалению, бомбу ребята не ставили, поэтому вот Гвардиана в роли снайпера мы не увидим. Но это... Ну, знаешь, это не самое главное для Na'Vi сейчас. Самое главное взять этот девайс на раунд. Вот именно такие раунды, они создают темп игры. И здесь нужно показать, что борьба все-таки от Na'Vi будет. И сухой стороны мы не увидим. Мы уже видели такой Европас. Нам нужны какие-то, не знаю, какие-то доказательства, превосходство и желание быть финалистами. Не только финалистами, а победителями. Напомню вам, что Na'Vi за свою историю в CSGO выиграли только один раз StarLadder. Это я не помню, был какой сезон. Но призовой был 14 тысяч за первое место. Ну и это была, по-моему, тогда первая победа за два года. Для именно того состава. Еще со Стариксом играли. Но уже, естественно, без Егора Маркелова. Такс. Что ж, пока 5 в 5. Затиши перед бурей. Нами пытаются быть максимально осторожными. И Хэппи. Как же вот непредсказуемо пытался оказаться на главке сделать тот самый нужный для французов OpenFrag. Но промахнулся. И посмотри, какие Na'Vi чуткие парни. Они, как увидели этого типа, сразу начинают просто фокусить втроем на ковры. Ну, обсудили, наверное, вот на что время хватило. То и будут делать. Так, но есть уже один провальный дым у Na'Vi. И что делает Шокс? У Na'Vi тут просто вот был сейчас провальный заход в 15. Тем не менее, Молотова из этого дыма они не видели. Ситуация 3 в 4. И численное преимущество Ennis все-таки удерживают при первой волне нападения от Naps Vincere. Итак, 30 секунд. Никуда не торопится Na'Vi. Пытаются подводить французов на ошибках. Но и французы, в свою очередь, играют очень дисциплинированно. Очень дисциплинированно, кстати. Они просто слушают. Они просто слушают. То же самое, в принципе, могли делать и Na'Vi. Но вот смотри, меньшинство свое решили все-таки попытаться и Двайса реализовать уже в следующем раунде. Да, прекрасно понимаешь, что вот то время, которое осталось, этого недостаточно. Да и шансы не совсем хороши. Ну, шансы найти, конечно же, там были. Но это надо сыграть безразменно. А вот бежать на B вслепую, в дым, который там еще лег в самый последний момент. Кстати, пробросом его положили. Это было бы отчаяние. Это было самоубийство. Ну и Na'Vi решили потянуть время. Собственно говоря, три АКМа еще остаются в их арсенале. Есть два игрока, которые смогли позволить себе хороший арсенал по раскидке. Но в руках будет лишь Tech9. А вот у Envis ситуация с Двайсами выглядит так же, как и в прошлом раунде. Все очень хорошо. И Хэппи дублирует свой успех в кавычках. Опять не попадает на центре. Но в прошлом раунде, по-моему, очень фейлово было. И как же поведут сейчас себя. Вот это важный момент. Хэппи. Невероятно неудобные позиции. Вот как справится Хэппи с этой атакой команды Na'Vi. Пока что все четко. Мне непонятно, как вот Na'Vi в последний момент очухались, что здесь вот это да, вот это релат, вот это словили. Ну и опять же, вот вроде бы занимали на 15 из 20, а агрессии не было. Но Na'Vi просто не прощак и ледом. Вернее, поздно Хэппи сменил позицию. И, в общем-то, гибкость французов за диффенс, ну, не нуждается в описании. Мы видим то, как эта команда играет в обычном для себя режиме. Что ж, паузу просят Na'Vi. Тайм-аут. Говорит Сейзер. Да, вот так Na'Vi решили не затягивать. Действительно, 5-0 в этой ситуации еще все поправимо. Так что именно сейчас Na'Vi попытаются обсудить свои тактики, как-то поменять, возможно, агрессивные действия на более агрессивные или наоборот сделать все очень... Вот не хватает, мне кажется, да, агрессии. Слишком долго Na'Vi разыгрывают абсолютно все раунды. Знаешь, я даже... Знаешь, не то, что не хватает агрессии или долго. Они просто стараются подойти максимально аккуратно, максимально осторожно. Но они, по-моему, вот, знаешь, немножечко в своих действиях отходят от общего темпа игры. Ведь по темпу-то игры они должны сейчас нажаривать, потому что на оверпассе шансов не оставили. Я видел в перерыве лица французской команды, и тебе скажу, что там нехладнокровие на лицах было, там вообще ничего не было. Там просто 5 человек, которые не понимают, что с ними только что произошло. Моральная травма, не знаю, контрудар по самооценке, все что угодно. И, в общем-то, вот скорость Na'Vi тут просто не порадовала. Ну, вот с этим ударом, как видим, отлично справляются французы. Ну, смотри, вот 3 в 0, 2 в 0, и вот последние раунды только, которые были на сейве. Остались 5 в 3, не более. Ну, что ж, TeamTalk продолжается. Такие моменты, конечно, интересно послушать, что происходит. Но, к вашему сведению, друзья, вот multitwitch.tv, и можете добавить параллельно трансляции, также TeamSpeak команды Na'Vi, и вообще будете понимать, по-моему, все, что говорит команда, и о чем они сейчас общаются. Так, ну, это тут вот я по первому баннеру понял, что это болельщики Симпла были. Дальше у нас, ой, как весело, Na'Vi. А никто торт не принес с Counter-Strike, ведь недавно день рождения у игры было 2 дня назад. 16 лет этой замечательной игре исполнилось 3 дня назад. Знаешь, вот сегодня... Точнее, 2 дня назад. Знаешь, в перерыве вот общался тоже с игроками, ну, как не общался, я просто отдыхал, как и ты. Но, вот, знаешь, игроки сейчас молодые, игроки постарше, ну, возрастной категории старше, они обсуждали, вот, например, возраст Симпла. Значит, когда Ламыч, ты там, и вот эта вся движуха киберспортивная в Киеве уже ездила в Москву покорять Ланы, Симпла ходил в садик. Вот, знаете, как это выглядит. Это, понимаешь, это 2 разных поколения, но игра одна, это... Это круто, на самом деле. Это круто, это делает эту игру по-настоящему спортивной. И, знаете, всегда будет что вспомнить. Опять же, позитивные эмоции. Ну, матч снимается с паузы. Na'Vi обсудили, и сейчас мы с вами посмотрим в следующих раундах, что же они там наобсуждали. Ну, мы уже видим интересное решение. Na'Vi решили проводить неполноэкономически. Они докупили пистолетов, взяли парочку арморов, взялись, вооружились энным количеством гранат и попытаются... Вот, то, что я говорил, надо сыграть немного быстрее. Именно это вынудит французов ошибаться, и к этому выходу они не готовы. Ой-ой-ой, ну здесь хорошее открытие, правда, гибкость в стрельбе и позициях. Ой, великолепное мастерство показывает Na'Vi при приеме столь быстрого раунда от Na'Vi. И смотри, закончили все на пистолетах. То есть, по факту, французы отстреляли все свои патроны, но только пистолеты им помогли. Что ж, 6-0. 6-0 на четвертой карте гранд-финала. По-моему, будет пятая, если так дальше будет продолжаться. Да, пока что мы наблюдаем за зеркальным отображением событий карты оверпасс. Только поменялись. Доминантная сторона нас, доминирующая. Самые преданные болельщики команды Na'Vi уже пришли в киберспорт-арену. Их вообще пришло пять, но кричит только один. Он что, одичалый? Нет, остальные просто боятся что-то сказать. А юрист вообще молчит. Итак, потеряли Na'Vi тем временем у Эдварда. Кстати, у Вани на Инферно что-то пока вообще дела не ладятся. Статистика 0-0-7. Но и Словак постарается все это дело исправить. Ну, по хэппи удалось сыграть относительно неплохо. А вот дальше, что будут делать Na'Vi, это уже вопрос, знаешь, времени. Потому что Энвис, по-моему, ну, знаешь, такие преподготовку приема они уже сделали. Гвардин пытается играть по-прежнему с дома, но на этот раз ему так не везет. Смит. Отличная реализация своей позиции. Сейза да забрал. Опять-таки же, у французов численное преимущество. Ну и по позициям ты, наверное, понимаешь, что тут еще есть пара ловушек, поэтому Na'Vi, конечно, будет тяжело. Вот по скорости все сделали правильно. Первая ловушка сработала. Шок с изнычки врасплох застал Гвардиана. Na'Vi остаются 2 в 4. И это, по-моему, тупик. Ну, только стрельба. Только стрельба. И какой-то ультраприятный тайминг может сейчас спасти команду Na'Vi в этом раунде. Но нет, здесь опять же вот блестяще разыгрывают Энвис на закрытых позициях. 7-0. Топорик на экране. И сложная ситуация для Na'Vi. Таймаут уже брали. И другого шанса не будет. Да, по крайней мере на Инферно. А в первой половине от Na'Vi таймаута уже точно мы не увидим. Вообще, если вспомнить правила фейста, то вот на фейсте, например, можно в двух половинах брать по одному таймауту. На самом деле справедливо. На самом деле справедливо. Что ж, хэппи. Это просто надо видеть, мы показать не можем, но было бы забавно. Что ж, 7-0. По-моему, сейчас кто-то кого-то накормит свинцом. Ой, заметил, заметил вот локоточек, торчал из-за стенки. Ну, опять-таки же, это засада. Отлично реализуемая французами Шокс не выпускает. Как Эдварда, так и Флейми. НБК в роли приманки неплохо справился, но вот... Зевс уже пробрался в плен. А потому что НБК налажал и думал, что никто не пройдет с двадцатки. А Шокс упустил это из виду. Вдвоем сыграли на укреплении. В итоге Зевс просто... Вот это он делает ветер. Осталось только разыграть против этой позиции. Все может получиться у команды Нави. Три в одного. Успевает прийти хэлпа. Опять же, слишком быстро работают Энвис. И стрельба Костина в последний момент подводит. 8-0. Сухая половина. Пока мы видим то, что мы видели на оверпассе. Только теперь... Другая команда. Друзья, давайте все-таки не гудеть, а больше поддерживать, например, команду Нави, если вы за нее болеете, а не просто укать, мэкать и бэкать. Вы же не животные. Вот, вот это другое дело. Вот, это нормально. А вы там просто какого-то унылого тролли. Если вы хотите перекричать болельщиков команды Энви, то просто поддержите свою команду. А не пытайтесь заглушить поддержку от фан-сектора Энви. Полностью с тобой согласен. Итак, полный экономически. Нет, все-таки не полный. Были пистолеты, докупленные командой Нави. Я вот тоже из-за этого гула пропустил момент с деньгами. Вообще, какая она будет. Ты видел? Ты видел количество денег, которое вообще там было? Там что-то в районе трех тысяч у каждого из пятерки Нави. Позволили себе потратить по 500-800 долларов на этот раунд. Ну и, как видим, пока что безуспешно. Зевса Флейми уже отъехали, а вот троица оставшихся постараются все-таки свои пистолеты реализовать. Но, как видим, безупречная защита базы Б. В исполнении Энви еще становится 9-0. Слушай, походу, все-таки в перерыве я видел хладнокровность. Вот что я могу сказать. Да, парни не отчаивались. Не понимали, что впереди Инферно. Им надо собраться и показать, в первую очередь, хорошую игру в своем исполнении. А как будут играть Нави, это уже вопрос такой. Ну, это уже вопрос сугубо к ним. Тем не менее, в атаке им надо брать минимум 4, чтобы комфортно чувствовать себя за защиту. Ну, может быть и 12-3, и камбэк. Вообще, может быть, все что угодно. Но вот по стилю игры, конечно, Энвис здесь впереди на шаг, а может быть и на два. Ну, так, с попыткой занять дугу командами, и, в общем-то, ничем хорошим это вообще не заканчивается пока, что ни для кого. Так, Смитца все-таки прогнали Навис Банана, при этом изрядно потрепали. Да, ну и Энвис, наверное, сейчас уйдет в привычный для себя глубокий деф, который мы уже видели не раз. А вот Гвардиан при таком открытии проигрывает перестрелку Хэппи, при том, что это еще и хедшот. На самом деле он убивает таких обычных типов, но тут, конечно, тут он как-то, знаешь, открылся, по-моему, очень широко. Вот обычно он сразу в этот пиксель находит, но здесь позволил все-таки французу сыграть. Проблемы для Нави продолжаются 5 в 4. Знаешь, вот такой каждый раунд в меньшинстве ты тратишь в два раза больше силы. В конечном итоге, знаешь, вот если здесь не срастается, не получается, то можно, наверное, брать вот раскладушку и уже лежа, скажем так, в положении лежа доигрывать эту карту, чтобы хоть какие-то силы остались на последнюю. Итак, финальный аккорд, выход на базу Б. По четкую раскидку Нави врываются на кафель 2 минуса Сейзет. И все-таки со счета 9-0 Нави нашли хоть какую-то зацепку и в тайминге, и в позиции, но французская команда вряд ли здесь рискнет идти на выбивание. Нет, почему? Денег более чем достаточно. Французы могут себе позволить потерять эти девайсы. Ведь они понимают, что Нави сейчас находится, ну, знаешь, не в лучшей, в первую очередь, моральной форме. Ну, тоже без денег, тоже без денег, просто они могут остаться. И, посмотри, пошли на выбивание, тут уже 3-2, хотя все пахло сейвом. Нет, Сейзет Зевс справляются с этими агрессивными выходками команды Энвис. И остается в живых лишь Хэппи, который по-прежнему, ну, не питая иллюзий, он мог здесь забрать и двоих в линию. Тем не менее, не повезло. Квадрокил от Костина. Нави наконец-то размочили счет на карте Инферно. А вот ситуация с Ваней Эдвардом становится все интереснее и интереснее. 0-0-10. Ваня растворился. Точнее, французы растворили Ваню. Ну, вот, знаешь, самое главное, чтобы во второй половине в пистолетке Ваня чувствовал себя в порядке. А что у него там хоть там 0 на 28, это неважно. Ой, как хорошо! Наконец-то Словаку удается сделать опен-фраг. Забирает Хэппи. Есть численное преимущество на стороне команды Нави. Надо его реализовывать. Ну, знаешь, после этого минуса Нави задумались, что? Хэппи. И, наверное, сразу подумали, что парень-то играет Аплэнд весь, всю эту половину. И, скорее всего, здесь что-то не так. Так, НБК. Поспешное решение. Ох, какой мастер-класс снова демонстрирует Энвис на центре. Шокса забирают. Отлично. НБК также не дают играть. И вторая волна атаки команды Нави снова выигрывает перестрелку. Выводит ситуацию в численное преимущество. Ошибка с гранатой от Киашима. Хотя, если бы она долетела туда, был бы приятный сюрприз. Ну, вот, наконец-то включился Ванек. Он сделал первый минус для себя. В первую очередь это очень важный момент со стороны психологии. Ваня должен реабилитироваться за не совсем хорошее начало на Инферно. Тем временем трипл-килл от Гвардиана в прошлом раунде начинает сводить болельщиков этой команды с ума. А в зале уже, во-во-во, полетели. Знаешь, я рисунки сегодня всякие видел, но самый лучший рисунок, наверное... Самый лучший рисунок, наверное, был, когда мы про Симпл вспомнили дата. Не, ну, не смешно, если честно. 9-2. Ну, просто вот, знаешь, человек, который заходит на трансляцию, который там не в геме, что такое вообще соревновательный КС, он такой думает, что ого, ого, тут все плохо. Ну, и вырисовывается потом ватное мнение. Но, на самом деле, это не так. Мы будем на это надеяться. Что ж, 9-2. 9-2, и, наверное, по-прежнему пытаются Гвардиан. Вообще уже сканируют просто дом. Прям как сканер, покажись хоть кто-то. И, знаешь, очень интересную модель защиты выбрали Энвис. Я такое видел у испанской команды за онлайн-часть сезона. И видел такое же укрепление один раз у польского коллектива. Действительно, сейчас будет очень интересно. 45 секунд остается в распоряжении команды Na'Vi. Парни прекрасно понимают, что время не резиновое, и рано или поздно придется атаковать. Самое главное, чтобы пули не резиновые были у Na'Vi. Что ж, пошла закидка. И, знаете, контратаки здесь мы уже не увидим. А вот Na'Vi могут позволить атаковать сейчас дальше. И даже гибко. Но, опять же, вот серия ошибок. Сиза, это отличный заход. Но забыли. Забыли самое главное. Это балкон. И с ним справляется Flamie NBK. И падает очередная атака от команды Na'Vi. Заканчивается установленной бомбой. И вот здесь уже французы задумаются о сохранении своих девайсов. Если в раунде 3 в 5, когда выбивали базу B, французы позволили себе идти до конца, терять девайсы, то здесь уже ситуация совсем другая. Ну, в любом случае, мы уже должны быть счастливы, потому что вот одностороннего кат еще на этой карте не будет. И Na'Vi, скорее всего, зацепится все-таки за свой минимум. Ну, если заберут все 6 раундов... Это вообще где-то минус такая мораль для Envis, что страшно представить, что будут чувствовать эти парни. Так, ну что ж, Смитс не дал убежать в флейме. Тем не менее, Na'Vi не рискнули идти дальше, терять свое оружие. Задача, опять же, отсейвить Словака. Ну и какие сейчас будут установки у капитана команды, неясно. Французы же, кстати, два раза меняли темп игры, походу. И... Не получилось. Не получилось продолжить доминировать. А это говорит о том, что Na'Vi взялись за дело серьезно. Очень важный раунд для команды Envy. Проиграй его, дальше Na'Vi действительно берут игру под свой контроль. Экономика французов рухнет. Вынуждены парни будут сливать, а это уже 5. 5 раундов для команды Na'Vi и останется только последний. Ну, самое главное взять 4-й. 4-й. Это 11-4. Это такая классика для потных каток. И это будет приемлемо. Если у нас 4-й, то в следующем будет Эка. Да, да. А там уже и 5-й. Ну, поэтому давай просто хотя бы посмотрим, будет ли этот 4-й. Потому что от него зависит судьба луз минимума, судьба вообще количества раундов. И, знаешь, сводить очередную карту еще раз к пистолетному раунду больше ни на что не опираясь. Это, конечно, Na'Vi умеют. И в камочи они играть умеют. Но не стоит так делать. Потому что Даст-2 наглядно показал, что Энвис умеет бороться с морально-волевыми раундами. Энвис умеют реализовывать свое преимущество. Они вообще умеют. Вот начнем с этого, закончим на этом. Что ж, 40 секунд до конца раунда. И снова попытка организовать атаку в сторону той самой первой буквы алфавита. Итак, что же будет здесь? Пристально смотрим, как будут атаковать Na'Vi. Сейзет. Есть первый минус. Опять-таки же забирает Хэппи. Проблемы у НБК. Как он с ними справляется? Серьезно. Серьезно подошел НБК к решению вопроса и проблемами на пленте. Тем не менее, ситуация 3 в 3. Na'Vi снова просочились. Или опять, или снова. Я уже не знаю, как это сказать. Но они с бомбой. Только теперь 3 в 3. И здесь Энвис прекрасно понимает, что сохраняться будет, может быть, и умным решением. Проблемы у Словака. Спиной выходит на прицел к Шаксу. Загрыз. Сизет. Загрыз. И Флэйми ставит кетчетки. Его прикрывающему Шакса не дает сделать размен. Смит остается 1 в 2 и, в общем-то, мажет свою пулю с АВП. Смогли собраться все-таки ребята из Na'Vi. Молодцы. А вот Энвис не смогли до конца разобраться с тем, что же происходит в этой ситуации. Слушай, ну Шок, знаешь, все равно очень коварно выпадал. Кстати, на этой карте, что стоит помнить на 100%. Для тех, кто помнит вообще состав LDLC, именно вот этот состав, только он назывался LDLC. Для вас пока что, кстати, повтор от NBK. Тебе, наверное, прекрасно помнят первый сезон вообще Faced League, лан-финалы, которые проходили в Милане. Вот именно там команда LDLC проигрывала раунды 5 в 2 на Аппленте с установленной бомбой американцам. Ну, походу, постарались плотно парни. Постарались в кавычках. Ну, нет, они просто стояли на бомбе и ждали контакта. И в итоге вот Стил там вместе со своим тиммейтом разбирались. Еще и пятюньки давали вообще на изище. Так, а вот здесь мы немного прочитались. Казалось бы, не позволит проигранный раунд закупиться французам. Но, тем не менее, как видим, что-то у ребят из NBK все-таки есть. Ну, на самом деле, то, что мы прочитались, это ладно, это ничего страшного. Это, я думаю, и Na'Vi понимает прекрасно. А вот то, что теперь-то уж точно мы не прочитаемся, если скажем то же самое, что и в том раунде, это факт. И этого момента, ну, в общем-то, какой-то непонятный вообще колобах вырисовывается. Идеальный перекрестный огонь от NBK и Шакса. Каждый делает по два минуса. Нет, даже NBK забрал трои. Знаешь, что-то не идеальные четыре ковры получаются вот у команды Na'Vi. Зачем было идти на такой шаг и снова пытаться взломать аплэнд? Абсолютно непонятно. Тем не менее, они видели в этом. Хотя, знаешь, если бы они не ходили на А и бегали дальше на Б, сейчас бы не было этого счета. Так что хорошо, что пробуют. Хорошо, что пробуют что-то новое. Чуть-чуть импровизации тоже, кстати, не мешает. Но, опять же, экономику команды Envis сломать не удалось. И это, наверное, самая главная-главная боль Natus Vincert. Так, опасно начинается разыгрываться дуга командой Na'Vi. А, ну тут сейчас будет... Как собрался Костин. Вот это самое главное. Денис, вот раз за разом, когда Na'Vi забирали раунды в атаке, Денис делал ключевые и, главное, опен-фраги. Знаешь, Денис убил, это как, вы знаете, есть поговорка, сказал, как отрезало. Вот Денис здесь просто убил, как... Короче... Да и Ванька проснулся. Шикарные два минуса под концовку первой половины. И счет становится 10-5. А с 10-5 работать можно. И даже нужно. Как собрался, так и разобрался. Это Денис Костин. Его клачерство, величество, фрагерство, все что угодно. 10-5 после первой половины. Это единственный игрок команды Na'Vi, который ушел не в минусовую статистику. 12 фрагов, 0 ассистов, 12 убийств. Вот так работает Костин в атаке, когда команде действительно это нужно. Что ж, первые пистолеты. Во второй половине матч уже стартует. Остается буквально 10 секунд. И развязка уже близка. Ну, счет по картам не будем забывать. 2-1. Опять же, Na'Vi нужно просто взять пистики и начинать работать твердо за защиту. Na'Vi просто нужно забрать Инферно. Нет, нет, нет. Сначала нужно взять пистолет, а потом уже надо забирать Инферно. А вот французам даже победа на Инферно еще не гарантирует защиту чемпионского титула. Впереди карта Train. А Train сторонняя карта. Играть ее, конечно же, будет... Но, опять-таки же, учитывая, как хорошо французы играют на ножах, сторона защиты им практически обеспечена. Ну, если еще учитывать усталость команд, а они, поверьте, измотаны очень сильно, то... Ну, здесь команды в абсолютно равных условиях. Да. Да, да. Обе играли полославы. Может быть, команда чуть раньше, точнее, команда Na'Vi чуть раньше начала, но... Но и отдохнуть они могли... У En'Vi были просто все игры подряд. Ну, я отдохну... Вот джиплей и потом финал. Ну, знаешь, ну и отдохнуть они могли пораньше, и даже два раза отдохнуть. А вообще, скажи мне, кто твоей другу оба отдохните, да, могло быть и так. Так что все в руках Na'Vi. И пока пистолетка выглядит весьма непредсказуемой со стороны французского коллектива. Есть серия размена в планете. Гвардия, она урабатывает, урабатывает просто в спину. Игрока на планете. Бомбкерри тоже упал. Шаксу не дали зайти сплитом на 15. И страйк, знаешь, вот ты должен сейчас... Ты вообще видел, что произошло? Я давненько такого не видел. Два игрока в больших песках. Жили максимально долго. И как быстро и оперативно ворвалась холпа. Они не стали ждать и выцеливать. Они просто забежали в плент. Убрали угрозу в лице двух французских игроков. А дальше уже было дело техники. Забрать последнего по пилону. Знаешь, что самое жесткое и необычное было видеть со стороны Энглес? То, что все-таки вот эта вот ВДВшка с ковров, она у них в интернете играется обычно всегда с заходом на пески. Пески это основная позиция, которую ты должен занять, чтобы этот раунд закончился в твою пользу. А здесь они остались без позиции. Почему не действовали в ту сторону, вообще непонятно. Вот в какой-то момент, наверное, поверили, что со Словаком проблем не будет. Аковачит мансовал, сделал важнейший минус. И в итоге Нави забрали шестой. Так, ну и Энвис, конечно, будут сейчас пытаться ломать. Это всем понятно. И это очевидный факт. Кстати, неплохой раунд по дымам вырисовывается. Ошибка от Гвардиана уже есть. И с нее попробуют, скорее всего, Энвис отыграть. Что это будет, пока непонятно. Так, ну везде, везде вдвоем играют Энвис. Как больно. Два в три ситуация. Тем временем Сейзит ворвался с холпы. Смит забрал. Красным оставил Шокса. И раунд по-прежнему играбелен. А вот посмотри, что остается в руках у ребят из команды Энвис. Это не совсем приятно. Ошибочка от Флейми Косин. Один против двоих. Перекрестный огонь от французов. И это взято экономически. И все-таки Энвис удается сломать экономику. И вот здесь уже начинаются проблемы. И вопросы вообще есть определенные. Посмотри, чем отвечает сейчас команда Нави. Интересное решение. Ну знаешь, клин клином вышибают. И мы сейчас это скорее всего увидим. Итак, две ЦЗшки. Два 5-7. Плюс Дигл. Именно так закупилась команда Нави в этом раунде. Так, ну опять же, агрессивно работать Нави не дают. И любая попытка собрать инфу с центра, она уже закончилась. Ну не то, чтобы фиаско, но неудобной игрой как минимум. Для Нави. Ну и французы будут пытаться создавать интригу и вывести своих соперников на ошибки. Интрига заключается в том, что Нави должны поверить, скажем так, свои собственные силы, попытаться куда-то выйти. А тут бац, привет, у меня АКМ. Но опять же, смотри, как все тонко происходит. Все без риска. Флейми. На банане забирает Смидса. Опять-таки же, эта позиция действительно хороша в исполнении Флейми. Но вот Эдвард на коврах все-таки отдается. Продолжается серия разменов. Киакинг. Флейми забрал. В итоге ситуация 3 в 3. Ну знаешь, тут уже, по-моему, был детект бомбы. И Нави понимает, где она находится. И Зев сделает все, чтобы выйти снова на размен. Да, дожидается своего тиммейта. Словаку не везет. И 1 на 1 Сизет. Костин против Хэппи. На пугашке. Но Сизду дает. Костин! 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 Он тамит хэдшот! Третий минус от Дениса. Вот действительно, кто собрался у Нави. Мы уже отмечали Костина. И Костин опять-таки же берет невероятно важный раунд. Опять-таки же, в кване морали. Костин просто сказал, сейчас тебе шатал я вашу пятую карту. Но смотри внимательно, что делают французы. Ну понятно. Это же Энви. Как говорил кто-то, не помню. Знаешь, это матчи, в которых логика отсутствует. Ее здесь нет. Здесь нельзя анализировать. Такие матчи вообще нельзя анализировать. Команда чувствует, что ей по силам даже вот в таком арсенале девайсов набирать раунды как в атаке, так и в защите. Это доказали сначала Энви, а потом Нави. Ну и в очередной раз эту теорию будут доказывать французы. Что ж, но смотри, концентрацию Энвис не теряют. И, например, в отличие от того, что они обычно могут побежать куда-то агрессивно, как, например, с коврами это было сделано в пистолетном раунде, они продолжают работать аккуратно, тактично. И задача Нави сейчас просто не теряться. Да, Нави должны просто показать нам диффенс, который не ошибается. По крайней мере, в этом раунде. Дальше будет проще. Итак, сплит-выход Б-планта. Вот что придумали ребята из Энви. А вот Зевс уже подстраховал своих тиммейтов на точке. Сизд минус Смитс. Базу Б покажите нам. Тут вообще ой-ой-ой. Тут просто ой-ой-ёечки. И они непонятные, если честно, потому что есть гранаты. Ох, как Хэппи твердо выходит. И такое ощущение, что он знал, что там еще кто-то есть. Начало коварной... Оу-е-е-е. Киакинг один против двоих. Эдвард и Зевс. А Зевс его задетектил. И сейчас, по-моему, будет парная игра на контроль. Короче, когда остаются харьковчане, я почему-то не переживаю. Но подожди, подожди, подожди. Здесь Зевс. Да, опыт этих парней. Опять же, вот 10 лет КС и твои не переживаю. Вот я переживаю, а ты... А я не переживаю, потому что эти парни такие квачи берут налегке. Тем не менее, стейкбэплантас играл вроде бы... Знаете, вроде бы с ловушкой, но тем не менее, все равно не повезло. Вот Хэппи умеет прямо удачу украсть из-под носа. И даже чуточку везения. Вот именно поэтому такие матчи анализировать нельзя. Ну, серьезно. Вот откуда он знал, что там еще кто-то есть? Как он это понимал? От того, что инфа прошла, что на катушках пусто или почему? Ну, скорее всего, он просто заходил и вот как раз-таки при всем находился в диапазоне ящика вот за тремя и... Ну, походу, там уже полное погружение у Хэппи пошло, раз такие ванга минусы делаются. Итак, французы, понимая всю проблемность экономики команды Na'Vi, продолжают давить свою линию. Не-не-не-не-не, они продолжают давить свою экономику, вот что я могу пока что сказать. Ну, исходя из тех раундов, которые они реализуют, действительно у Na'Vi все-таки проблемы довозникают. Да, кстати, и каждая попытка может закончиться рано или поздно, значит, взятым раундом, это проблема и вот... Вот они проблемы, NBK забирают Эдварда. Тем не менее, по холстбарам мы видим, что происходит у команды En'Vi. Так, ну посмотри, Na'Vi очень четко сейчас отыграли суппорт на двадцатке. Зевс дал инфу про то, что фланг чистый, зашел до центра, услышал, по-моему, дом, да, и у Na'Vi уже должна быть... Я даже отсюда слышу, как Зевс кричит, это B, это B, и это действительно B. И это не... да, да, Хэппи только вот стабильностью отличается, забирает Зевса. И посмотри, на оставшихся сорока двух секундах на Апленте Гвардиан выцепляет Хэппи. И команда Na'Vi вообще понимает, что сейчас может быть абсолютно любая развязка событий. Шоковач! Но этот человек... Нет, все-таки он смертен, я думал, это Дункан Маклау. Но там просто, понимаешь, там такой же с другой планеты вот напротив. Это Шоксклач для Пайпилона, друзья. Один в два, и он уже задетектил первого. Задача здесь, по-моему, проста игроков защиты, самое главное... Три процента здоровья у Шокса. Флейми надо попасть его на всего пулю, и кто кого. Флейми пытается здесь играть аккуратно, и Шокс ставит хэдшот. Вот это жесть, друзья! Такого матча не было давно. Вау! 12-8. Вау! Ну вот Зев спрашивает, сколько здоровья? Три, и, в общем-то, вот после такого можно чуть-чуть подрастроиться. Но, тем не менее, бороться нужно продолжать. Четыре раунда преимущества. Было невероятно много времени у Флейми. Надо было просто перезарядить свое оружие и добить Шокса. Но нет, он взял пистолет и пошел. Но перенервничал, опять же, перенервничал. С другой стороны, Na'Vi сыграли в ситуации на сигарете тоже очень плохо. Потому что, оставаясь два в одного, они должны были действовать только вместе. И только вместе. Не нужно было давать сопернику возможности отстрейфиться против одного, чтобы там не было видно в диапазоне второго. Ну, опять-таки же, что делает Na'Vi? Ну, что, я думаю, это даже понимают сейчас и ребята из Envis. Из первого В. Да, из первого В. Na'Vi закупаются. Na'Vi понимает, что у французов также все очень плохо с деньгами. И этот раунд может кардинально повлиять на исход карты Инферно. Ну, знаешь, в худшем случае Na'Vi станут закупаться со счета 14-8. И это неприятный счет, если честно. О, отличный тайминг. Понял, Грит, НБК, понял. Понял. Сюда больше не показываюсь. Так, ну, Гвардиан, конечно, вот опасно стреляет. Ну, и на карте посмотрите, что происходит. Не будем озвучивать, что именно происходит, но вы и так все прекрасно понимаете. Итак, попытка захода на базу Б. Врыв на кафель от Na'Vi. Есть два минуса. Флейми раздавил. Пакет упал на кафеле, но позиции занимаются командой Na'Vi. Идет агрессивная и жесткая перестрелка. Ваня, Дэм, Каму, Вики, и это хэдшот. 20 секунд до конца. Зев в спине забирает первого и готов сделать. И еще нет, не готов. Ну, НБК будет бороться, конечно же, один в три. Но времени 10 секунд и понимает Натанчик, что здесь лучше попытаться реализовать свой Галилар уже в следующем раунде. Ну, и Na'Vi, ну, я не знаю, просто блестяще считают все действия своих соперников. Невероятные качели на Инферно. Вот как раз-таки такого финала мы давненько не видели. Да мы вообще не видели его уже год. Именно такого. Что ж, 12-9. 12-9 и все сейчас в руках команды Na'Vi. Но что будут делать французы для меня загадка. Что будут делать французы, да? Загадка, говоришь? Да, загадка просто, загадка. Отгадка слева на экране. Но, опять же, теперь уже нет от них такого риска. Теперь они просто уже встали в условиях раунда. Они лишились преимущества, по сути, да. И они решили быть чуть попроще для того, чтобы все-таки силы основные приложить к девайсным раундам. Они по-прежнему так же опасны. Но они стали немного мягче в этом раунде. Ну, знаешь, после предыдущего раунда и вот этой зарубы на кафеле, адской флешки, вообще с церкви, врыва на кафель и полные потери контроля от французов. Опять же, мы молчали до последнего. Но Na'Vi идеально четко читали ситуацию и действия своего соперника. Они укрепили базу в бой и приняли этот заход от французов. Зевс достаточно спокойно разбирается со Смитсом. Тем не менее, потратил на него 24. Одна обойма. Двадцатка попытка NBKM удивить Сизда, но тот готов. Хотя, знаешь, очень плотно попадал сейчас, попал NBK. Посмотри, Na'Vi решили устроить немножко комбинаторики по звеньям. И ответственный, ну, момент ответственности будет именно здесь. Флейми. Ну, не дал сыграть здесь, конечно же, в нычку сейчас Хэппи и Шокс один в четыре. Тридцать секунд в распоряжении Папивана. Он один на кафеле с бомбой в руках. Постарается поставить невероятную плюху по Флейми. Ну, походу, не будет здесь хайвайтов, хотя... Да, не будет. Не будет здесь невероятной плюхи. Грамотно разыгранный перекрестный огонь. В исполнении Na'Vi счет становится 12-10. А вот теперь к французской команде должны были вернуться те самые... Повтор, кстати, на ваших экранах. Как Шокс расправлялся один против троих. Да, вот, кстати, мне интересен вообще, как он сделал вообще стрейф в последний момент. Не, ну вот, вот, вот та самая ошибка, где они должны были в одном диапазоне оставаться и заходить в плент, а не бежать, обходить с двух сторон. Ну, тут удача отвернулась от Na'Vi. Три процента здоровья просто после вырыва от Сейзода. Оф, вообще просто шикарный чердак от Шокса. А что здесь? Просто аркада? Вот так вот решили сыграть Энви. Что делает Эдвард? Эдвард, четыре минуса при приеме Апланта. Ваня Дэнки-Мумики. Скосил всех на двадцатке, просто красавчик, опять же, с разменом. Ну и Энвис играли, Энвис играли тег-раунд, играли без арморов, играли без закупки. А вспомни, как начиналась эта игра для Вани. Ноль на десять. А сейчас у него уже... Двенадцать на шестнадцать. Двенадцать на шестнадцать. Ну, еще четыре, и он будет в тонусе. Правда, знаешь, вот, это был первый момент, где он смог сделать минус четыре вообще в этом матче. И пока его статистика второй половины, по крайней мере, по процентам попадания в голову, не такая уж большая. Двадцать пять процентов всего, в отличие от первой, где было четыре на двенадцать, но семьдесят пять. А значит, четыре, хоть их и мало, но они были яркими фрагами. Ну, слава богу, что разыгрался. Вообще, мы знаем с тобой, что сторона защиты здесь вот для команды Нави, она реально, ну, как бы зависит. Опять-таки же, за счет невероятно мощной игры на банане, Нави действительно могут контролировать исход карты Инферна. Ну, и за защитку им еще немножко поудобнее, все-таки мы это понимаем. Тем не менее, команды играют не первый раз между собой эту карту. И может развернуться абсолютно любая ситуация. Энвис пока что действует, ну, вот предусмотрительно. Стараются накалить обстановку прострелами до предела, но у Нави все еще сохраняется. Сохраняется те самые стимулы. НБК врасплох застал Зевса, четко прочитал его выпады и действия. Так, Шакса подрихтовали. И посмотрите, где действует НБК. Это вообще какая-то фантастика. Подожди, есть еще тот самый Вак-Вак. Словак. Да, ну тут очень жмутся, конечно, сейчас Нави очень сильно. Нет, Словака забрали большие проблемы у Нави. Тем не менее, Эдвард двоих дает в ответ. Будет упор. Почувствовал, почувствовал, но слишком поздно. Ну, вот знаешь, вот очень-очень-очень много Нави позволяют своим соперникам наглости. Опять же, они жмутся. Фуэйми. Задаваться не собирается, но позиция Хэппи. Хэппи уже вовсю действовал. Ходил обратно в 20, чтобы укрепить проход в спину. 13.11. Но благодаря серии раундов у Нави остаются деньги на закупку. И это может быть сейчас решающим моментом. Так, ну вот момент от Эдварда на Эко. Так он еще там и курицу забрал. Знаешь, там эйс. Эйс. Просто эйс. Ты знаешь, вот в этих миссиях CSGO в новых там есть такие задания, где реально тебе надо зарезать там 10 куриц там или убить их. Ну, чудо какое-то. Так, Нави пробует свои силы немного другим стилем. И пока контроль дуги за ними все-таки сохраняется. Ну, знаешь, Энвис тоже поменяли немножко свой стиль игры и готовят что-то коварное. А может быть это будет какая-то перепланировка позиций в средней стадии раунда. Ну, увидим. Опять же увидим. Так, и кто первый пропускал в прошлом? Это же был... Да, это был Зевс, который позволил себе... Так, ну тут, по-моему, мега невероятный тайминг для Сизда. И вот одна позиция, одна замена в позиции. И Энвис вообще уже не могут никуда пройти. Только Смитс. Один против четверых. Вот все, что могу сказать... Нет, не могу. Пока что не могу. Флейми вот по-прежнему волнуется. И посмотри, в какую ситуацию попадают Нави. А тут уже интересно. Тут уже может вырисовываться эпичный раунд для Смитса. Один в три Смитс. С бомбой в руках устанавливает пакет на базе Б. Ну и что же придумает? Позиция ужасная, сразу скажу. Первого забрал. Ведь второго, но нет. Здесь уже два человека просто по нему фукусят. Бомба дефицит. Ну, вот, знаешь, позиция была обречена. Ты отсюда максимум делаешь один. Ну, второй настолько будет рандомным. Третьего забрать точно ты уже не можешь. Но, знаешь, вот если с другой стороны посмотреть, опять же, и вспомнить, какие же все-таки Энвис действительно талантливые игроки. Вот даже в такой позиции он бы смог, если бы чуть-чуть повезло. Вот заберем второго и... Ну, это не повезло. Это была бы невнимательность Нави и грубейшие ошибки с их стороны в первую очередь. Но Нави собраны на максимум. Они не хотят дарить вот такие раунды своему сопернику. Они прекрасно понимают, что защита на Инферно это их конек. Они прекрасно понимают, что у французов очень плохо с деньгами. И осталось додавить самую малость. Ну и самое главное, по-моему, все преимущество, которое было потом и кровью, добытое в первой половине французской команды, ушло. Оно ушло, и теперь 13-12. И, знаешь, для них, по-моему, наступил момент истины. А для Нави момент настоящей внимательности и проявления профессионального характера. Потому что, если вспомнить, что бывает в таких раундах, можно забыть о Камыче. Вот я про это говорил. Именно про это. Как же так? Денис. Бедразмена отдает базу боя. Тем не менее, Зевс дыму находит Кеа Кинга. Есть инфа еще по Смитсу. Ну, вот пытался с ним играть. Зевс. Дальше ломает. И здесь Хэппи. Та же ошибка. Выстрелись в линию, но 2 в 2 будут разыгрывать на этой бомбе Энвис. И Нави пойдут на этот ретейк, потому что уже нет выбора. Отдавать 14-й вообще не резон. И тут нужно... Ну, тут нужно уже что-то невероятное, наверное, будет сделать. Потому что максимальный антистандарт присутствует. Заметил. С лава окна ходит НБК. Отличное прикрытие от Эдварда Ваня. Не пуская Шакса. Ой-ой-ой! Это ничья. Но Шок забирает Гвардия на последний момент. Тем не менее, 13-13 на табло. И Нави сделали невероятное. Потная катка. Потная катка. Вот что мы с вами наблюдаем. Я вспотел, кстати. Не ты один. Тут целый зал уже в таком же состоянии находится. Я уверен. Что ж. Продолжим смотреть это. Но, знаешь, вот тот прошлый раунд напряг экономику Нави. Кстати, а бомба Энвис позволяет действовать дальше на закупки. И как бы там это не звучало, может быть, плохо. Но Энвис здесь могут развернуть. И шансов у них сейчас больше, чем нужно. Больше, чем нужно было отдавать. По крайней мере, со стороны Нави. Но они взяли очень потный раунд. Кстати, на четырех патронах оставался игрок на кафеле. И вот именно эти четыре пули. Знаешь, я все равно умудряюсь. Вот Ваня с кольдом. Точнее, удивляюсь. Как умудряется Шокс в такой ситуации попадать по голове? Ваня стоит на кафеле. Он контролирует выпад. И Шокс только при файером и точными выстрелами прямо в голову делает эти минуса. Собран. Он собран. Он всегда показывал хорошую игру на ланах. А вспомни, что они на последнем лан-финале с непами сделали. Просто сели и за 45 минут на двух картах отправили шведов тренироваться. Это уже не та команда, которая выигрывает финал. Что ж, минус, конечно, это хорошо. Но вот вся фишка здесь была именно... Приемный бопланта, с которым в очередной раз не справляются игроки команды Na'Vi. В прошлом раунде это был сейзот. В этом ошибку допускает Флейми. Но слишком хороший фейк играли ребята. И Дугани сыграла. Все, здесь можно, по-моему, уходить сейчас на сейф. Наиви это понимают. Ну, по вэлью 15 тысяч против 15. И по сути это дело. И нужно действительно сохранить оружие. Французы также понимают, что здесь надо как бы подрезать. Но рисковать тоже не станут. Это хитрые эти ребята. С мисс до последнего терпит боплент, как видим, по радару. Обоюбный сейф будет под концовку этого раунда. Три игрока команды Na'Vi и четверка французов. Да ну три девайса. Лучше уж забить на это и потом сыграть с девайсами. И хоть какой-то шанс появится отомстить. И может быть даже выйти вперед первыми. Но пока Na'Vi вперед еще не выходили. Они в шаге от этого. Уже два раза в шаге от этого. 14-13. Три раунда до конца. Карта Инферно. Таймаутов, кстати, еще не было. Так что, или были? Ну, Na'Vi брали в первый. Когда проигрывали 9-0. Вот кто бы мог поверить. Проигрывая по ходу матча со счетом 9-0, Na'Vi будут бороться на равных с командой Envy. Ну что ж, кровавый замес продолжается. Иначе этот финал никак не назвать. Борьба во всей красе. Ну вот сомнения все-таки терзают здесь Envy. Вообще всесторонние они не понимают, с чего будем начать. И ищут вообще... Ну, пытаются зацепиться за любую возможность. Na'Vi, конечно, тоже не пальцем деланные. Правильно расположили свои силы. Но, но... Гвардия нашибается, играя слишком нагло на дуге. Без поддержки, кстати. И это большая проблема в перспективе. Envy, к сожалению, для самих себя не стали торопиться. И посмотри, Na'Vi успели, в принципе, стянуться по позициям. 45 секунд до конца этого раунда. Действительно, Envy пока еще определяются, куда же все-таки идти. Хэппи открытие на пункте. Зевса забрал. Ну и, скорее всего, именно в этом направлении развернется французская атака. Ну, пока, знаешь, пока непонятно. Пока непонятно. Пока непонятно, что будет, потому что ситуация меняется из секунды в секунду. И на наших кранах сейчас тот самый нет, его прочекали. Проверили французы. Дым закончился просто, но Flamie хотел играть до конца. Что ж, опять гибкость. Опять гибкость команды Envy. Энвис делает все, что нужно для победы на этой карте. И это будет, по-моему, бесплатная ничья. В лучшем случае Na'Vi ждут овертаймы. Но это в лучшем случае. Тем не менее, борьба здесь была не на жизнь, а на смерть. Не была, она продолжается. Ну и, возможно, будет пять карт. Вот есть еще такой момент. Мы все ближе и ближе. Да, мы все ближе и ближе к тому самому трейну. Кстати, вот по поводу игры Эдварда в атаке. По-моему, вопрос уже снят. Он, по-моему, выровнялся на все 100%. А вот у Кио 7-4-17. 7-4-17 к 28-му раунду. Это совсем на него не похоже. 15-13. Матчпоинт. Первый матчпоинт, который нужно отыграть сейчас команде Na'Vi. И таких всего лишь два. Ну, а в условиях сложившейся ситуации, которая влияет напрямую на плохую экономику, мы понимаем, что шансов здесь для Na'Vi будет очень мало. Что ж, ну и вот, пожалуйста, взяли бы вот шесть в атаке, было бы... Ого, ты что делаешь? А это коллаж, и коллаж по-русски, по-другому это не назвать. Это так и есть. Я что-то пропустил. Ну, Сизет просто... Я тоже, да. Сизет просто после этой фразы, скорее всего, говорит, в моей стране делали. Я просто требую повтор. Да, повтор требуют все, потому что мы смотрели совсем другую часть карты, а Сизет просто про Аркадий в центр и закрыл тройку игроков нападения. Итак, 4 в 2. Happy Kea King против четверки игроков команды Na'Vi. Слушай, после таких моментов можно скорую некоторым зрителям вызывать. Вот первый матч-поинт уже под большой угрозой у французов. Вот по поводу скорой я с тобой абсолютно согласен. Действительно, Костин кого-то точно отправит сегодня отдыхать. Так, тем не менее, Envis не сдаются. Будут работать на максимальных кондициях. Попытаются, возможно, вскрыть оборону любого плента. Ну, по карте вообще сейчас ситуация становится все более понятной. Разыгрывать будут от дыма. И это даже, возможно, попытка вывести на какую-то агрессию. Ну, все прекрасно понимает Na'Vi. Уже есть поджим в тыл. Да, ситуация готовая. Гвардиан и первый матч-поинт отыгрывает команда Na'Vi. Ситуация простая. Просто нужно все свести к овертаймам. 15-14. 15-14 и Na'Vi близки как никогда к тому, чтобы стать чемпионами. Если возьмут 15-й раунд и поборются на овертаймах и заберут его. Овертаймы будут самыми потными. Ну, а Envis уже потихонечку начинают понимать, что, знаешь, если не возьмем 16, то тут уже мораль начнет работать против них. Нац Винсер. Видишь, уже начинают бояться агрессивных действий, потому что два раза проиграли. Гвардиан! Гвардиан! Ну, почти! И Эдвард не отпускает с 20-ки шаг. Бомба на главке. Опять-таки же 2 в 4. Хэппи Экя Кинг против Сейза до Эдварда Зевса и Флейми. Овертаймы. Мы просто их требуем. Да, все, бомба лежит. Но это допы. Это допы, это пот, это слезы, это где-то местами, не знаю, вот залитые скины. Но, знаешь, вот ставки были 45 на 55 или 50 на 50. 49 на 51. Максимально приближены по коэффициентам эти две команды. Как в команду Na'Vi, так и в команду Envis верит огромное количество людей. Что ж, ну, попросили, попросили перерыв. Попросили перерыв сейчас команды, попросила перерыв команды Na'Vi. Такое я вижу впервые, прямо вот перед овертаймами, 5 минут брейк. Да ладно. Да ладно, тут даже не понимают этого момента немножечко, ребята, из Эдварда. Я негодую. Да. Я хочу зрелище. Я тоже хочу зрелище, но, тем не менее, нам, наверное, придется все-таки... А, мы не уходим на перерыв. Мы не уходим на перерыв, отлично. Игрокам надо, нам не надо. Не надо, отлично. Ну, ждем рестартов. Прикольно. Не, ну, достаточно интересная ситуация. Ну да, третий день к ряду. Чего пацанам бы еще не посидеть? Да, давайте, продолжим. Так, что нам стоит обсудить, наверное? Давай подумаем, что будут менять в своей игре, как Envis, так и Na'Vi на этих овертаймах. С учетом того, что у нас действительно отличная система, отличная система, которая позволяет отыграть абсолютно все раунды на оружейных. Это говорит о том, что никаких экономических мы не увидим, будет только полноценные баи. И вот как раз-таки во все оружия, как Na'Vi, так и Envi постараются показать сначала хорошую защиту, ну а потом и безупречную атаку. Ну, что ж, 16 тысяч, три раунда за каждую сторону, и, в общем-то, после этого нам с вами станет понятно, что же... И нам станет понятно, будем ли мы смотреть карту трейн. Я лично хочу. И станут ли Na'Vi чемпионами. Я тоже, конечно, хочу, но, знаешь, вот наше «хочу» можно отправить куда-то далеко, потому что в Na'Vi сделали сейчас невозможно. Они три раза за матч вылезли из минуса, они два раза почти сравняли счеты, только вот с третьей попытки у них это получилось, и в итоге на табло 15-15. Зрители в шоке, зал в шоке, все в шоке. Скажи мне, какой гранд-финал без овертаймов? GFINITY. Никакой. Правильный ответ. А, никакой? Никакой. Никакой. Что ж, может быть, нам тоже дадут, не знаю, двухминутную хотя бы паузу? Дайте передохнуть, ребята. Чуть-чуть, пожалуйста. Мы понимаем, что все хорошо, нам надо что-то говорить, но говорить ни о чем, говорить о воздухе, по-моему, мы и так это уже сделали, да? Мы и так это уже четыре часа делаем с лишним. Что ж, и нам говорят две минуты до матча, вообще круто, просто... No chance. No chance. Уйти, у ребят шансов нет. Ладно, я полезу в Twitter, просто посчитаю, что там вообще. Давай пофитбойчим немного с нашим комьюнити, действительно. Twitter.com.sl4mtv. SL4mtv. Именно там вы можете... Что тут мне пишут, смотри, тем временем Team Secret... Стали чемпионами SL1, что там? Frankfurt. Вау, неинтересно. Киев, Starwater, вот это... CSGO, в конце концов. Так, эти фанаты французской команды будут болеть за Fnatic, NIP или даже VP, как только Envy выдохнутся. Это что за комментарии в интернете, что за домашняя аналитика, откуда ты знаешь, за кого будет болеть 40 человек и кричать что-то. Слушай, знаешь, Ванга способности и вообще способности ясновидящих есть у каждого зрителя нашей трансляции. Ты называй зрителя правильно, это не зритель, это диванный аналитик, ему виднее. Нет, он же Ванга, погоди, стоп, он же сказал, что будет. То есть он точно в этом уверен, он это написал, он это задокументировал текстом. Это нельзя удалить, это уже... Лайк, репост, все как надо. Лайк, репост, все как надо. Чтобы уже не отвертелся. Итак, считанные минуты остаются до конца этого таймбрейка. На самом деле я уже посчитал по секундам, нам сказали две, но... Ладно. Это раз и два? Ты посчитал? Это раз и два. Не, нам сказали две минуты, в общем-то я их засекаю соответственно. Так, что-то кури вам запахло. Очень сильно. Чую, Na'Vi идут. Не, Na'Vi на сцене, кстати, уже. Na'Vi уже на сцене, Na'Vi никуда не убежали, а вот команда Envis ушла также обсуждать, что будет делать на овертайме. Так, вместо какой карты Valve могут поставить Tushkan или Mapu станет из девяти карт? Да хоть из тринадцати, но только без сизона, пожалуйста. Это добавит только зрелищности. Друзья, если вы устали смотреть зарубы на Дасте втором, на Инферном, на Кэше, на Мираже, именно для этого Volvo и введут ту самую карту Tushkan. Вот есть такой комментарий от зрителя в Твиттере. А я считаю, жаль, что не BO10, потому что пиво у меня на всю ночь есть. Я купил. Как тебе, человек? Человек просто развлекается. Мне нравится его настрой. Как тебе, Na'Vi? Очень тонкий вопрос, если честно, дорогие друзья. Но я думаю, вы прекрасно понимаете. Ты должен был точно так же тонко ответить. Ничего так. Ничего так. Ну, на самом деле, вот в такие моменты, знаешь, я вспоминаю одну такую миниатюру от одного там комедианта. Типа, как жить вообще без мата. И жить без мата невозможно. И вот тут вот ответить не чёток. Вроде правильно, прилично. Но с другой стороны, вот на вопрос, как тебе Na'Vi, я бы ответил вот словом, которое можно начать на цифру 3. Если писать русскими буквами на английском. 3BC. 3BC в прямом эфире StarWater TV. Так, ну что ж, на своих игровых местах находятся команды. Продолжать играть нужно. Так, ну знаешь, вроде бы команды на игровых мы, походу, зрителей ждём. Осталось дождаться, когда же парни усядутся. И не только парни. Здесь, кстати, очень много девушек. Пришло поддержать своих фаворитов. И они тоже болеют. Они тоже переживают. Смогут ли отжать Na'Vi чемпионский титул у команды Envy? Это самый актуальный вопрос на сегодняшнее число. Что ж, спрашивают админы готовность. Вроде как готовы. Да, всё. Начинаются рестарты. Итак, возможно, заключительная серия овертаймов. Бо-3. Старт мани 16 тысяч долларов на каждого. Да, на каждого. Envy остаются в атаке. Na'Vi будут вынуждены продолжать играть в защите. Но хорошо это или плохо, я не знаю. Просто, знаете, вот на овертаймах, оно, темп игры и вообще вот вся нить к матчу, она просто меняется. И команды стараются играть немножко иначе. Получится это у них сделать или не получится, мы не знаем. Но задача проста. Берёшь три в защите, потеешь один в атаке или наоборот. Обычно это бывает так. Хотя здесь нужно пропотеть в каждом. И даже в том раунде, который ты проигрываешь, потеть придётся всё равно до конца. Сейвить смысла здесь нету. Поэтому будем видеть львиных и львов в деле. Ну и обычно выигрывает та команда, которая находит в себе силы сохранять мобильность в сложных ситуациях. Пока такой, кстати, в этом раунде ещё не возникло. Ни для кого. Envy ждут. Идёт подготовка пока что первичных позиций. В ответ кунави, кстати, оставили на контроль того самого банана одного игрока. И это, по-моему, очень рисковый шаг с учётом того, что во второй половине... Что происходило, да? Да, да. Вот как раз-таки база боя, на которой обычно у нами проблем не возникает. Опять же, Flamy System там умирали за B3. Так надо уметь. Гвардиан отдавался вообще свет на сверхоткрытой позиции в надежде непонятно на что. Ну и здесь после, как видим, второго дыма, апдейт, смока не было. И, в общем-то, французы комфортно себя чувствуют на центре. Итак, финальный аккорд. Раскидка B-планта. Хэппи перекрывает кислород Зевсу. И смотри-ка, ну тут интригует Энвис, интригует своих соперников. Но Na'Vi что-то знают. Или Энвис что-то знают. Или обе команды что-то знают. А кто-то ещё и чувствует, а кто-то ещё и понимает. И, по-моему, сейчас вот мы видим именно то, что должно было закончиться. Ой-ой-ой. Вот если бы... Невероятно внимательно отыгрывает французы в этом раунде. Шокс проверяет абсолютно все позиции и находит в больших песках Ваню Эдварда. После этого рассчитывать на взятие раунда для Na'Vi, ну, наверное, не стоит. Это невозможно. Но знаешь, что самое главное? Если бы Эдвард просто был в другой позиции и убил одного человека с бомбой, Na'Vi бы брали этот раунд бесплатно, потому что оставалось 7 секунд, и бомба ставилась на четвёртый. Так что здесь, опять-таки... Внимательность. Внимательность Энви. Внимательность Энви плюс гибкость в нападении. Опять же, перетяжка была, по-моему, более чем потрясающая. Вообще-то, на самом деле, такие майн-геймсы. Na'Vi сначала угадали, что французы вроде бы под бою отправили туда все силы, но и французы были хороши. 16-15. Первый раунд достается команде Энвис, и это ставит Na'Vi уже в неудобную ситуацию. Просто нужно один... В атаке по-любому придётся отыгрывать. Просто по-любому. И если здесь не запереть на два и проиграть в сухую, то, знаешь, может быть всё, что угодно. Самое главное, не сводить всё к матч-поинтам и бороться постоянно. Что ж, на этот раз Na'Vi пытаются сыграть 3B. Хотя, опять-таки, они надеются на то, что каждый раунд Энвис будет играть иначе. Но те продолжают работать. Посмотри, той же самой, по-моему, схемой. Всё максимально осторожно. Никто никуда не лезет. Поджимы с дуги игнорируются. Ну, не то, что игнорируются. Он пресекается в нужной позиции. Просто дальше французы Na'Vi не пропускают. Очередное затишье перед бурей. Чувствую, будет жарко. Я тоже это чувствую, потому что вот именно на том, что мы сейчас видим, там два тех самых парня, которые могут задать жару. Но может всё начаться с ошибки. Мы уже видели такую половину. И ошибку здесь всё-таки совершают первые. Энвис палится бомба. Она детексится на радаре. На Na'Vi это знают. И численное преимущество организовывается Эдвардом, который не выпускает того самого Кио. Ох, какие подарки судьбы здесь достаются Костину и его тиммейтам. Невероятно грамотно играет Сейзет. Сделал первый минус, сразу же ушёл. Он понимает, что численное преимущество, раздобытое им, очень важно для тиммейтов. Итак, Зевс. Зевс. Ой-ой-ой, один в два. Один в два для Хэппи. Зевс вообще мог похоронить этот раунд для французов. Ну что уж там говорить. Сейзет мог занять более другую позицию и закрыть соперника на кафеле, не дав зайти. Но этого не произошло. В итоге остатки своего арсенала реализует Хэппи. При том, что играет максимально полезно для себя. Тянет время до последней секунды. Словак. Промахнулся за ВП. Хэппи. Что творит Хэппи? Он затащил. Нави 2 в 4. Он просто затащил суперраунд для своей команды. Он просто не хочет проигрывать на этой карте. И, кстати, показал команде Нави, что всё-таки... Ну, вот знаешь, зря недооцениваете. У меня ещё раз перед глазами появляется этот спрейдаун от Зевса. Он увидел две спины. Он мог забрать их в однокровно первого, второго и не дать ни тому, ни другому шанса. При том, что он понимал, что суппорта больше на точке нету. Он понимал, что его не ждёт оппонент, его не прочекают. Но также, по-моему... Ну, либо упустил из виду, что помощи не будет, размены не последуют. Ну и хэппи-хорош. Сложилась ситуация именно так, и он этой ситуацией воспользовался. Хэппи-хорош тем, что, во-первых, у него оставался дым. Он им воспользовался. У него оставался Молотов. Он им воспользовался. Потянул резину со всех сторон. Словак же не пошёл в дым. Никто не побежал с церкви занимать эти позиции. Могли выбить даже линейно диффузию одновременно бомбу. Но поломились как? По одному. Куда? В Молотов. Ошибки. О. Ошибки. Есть уже одна такая команда, которая О. Ошибается. Да. Что ж, два раунда преимущества присутствует в стеке Энвис. Ну, наконец-то. Даня включился на максимум. Три минуса от Зевса. Ну, это, короче, какой-то, знаешь, супер-свич вовремя был. Но знаешь, что самое страшное для Нави? То, что это последний раунд первой половины. И больше перерывов на сходить в туалет не будет. И обсуждать уже просто будет нечего. 17-16. Минимальное преимущество на стороне французов. Нави надо брать три раунда в атаке. И если они хотят закончить с этим гранд-финалом. Ну, или хотя бы сыграть 2-1. Тогда шоу будет продолжаться. Да, тогда шоу будет продолжаться. А именно этого все мы хотим и жаждем. Да, Зевс, конечно, очень четко вот подобрал в конце соперника. 17-16. Друзья, вот друзья в зале, пожалуйста, я вас очень сильно прошу. Если вы болеете за свою команду, болейте за нее. Только так вы доказываете любовь к своей команде. А окрикивать крики болельщиков другого коллектива, это просто мерзко. Это мерзко. Не стоит так поступать. Карма штука такая, найдет вас потом. Ну, мало не покажется, поверьте. Игорь лично отправит за вами спецназ. Пашу, бицепсы к вам отправим. И все, и тишина сразу. Все нормально, играть можно. Что у нас происходит? Ну, вот момент истины на самом-то деле для Na'Vi. Ну, как, еще не момент истины. Все хорошо, все под контролем Na'Vi, по-прежнему в комфортной зоне. Один раунд в атаке они взяли, точнее в защите. Знаешь, вот эта вот комфортная зона с преимуществом в один раунд у их соперников, она продолжается всю карту до Инферно. Тем не менее, тем не менее, парни особо не переживают. Они готовы показать нам свой идеально нашифрованный раунд. И, кстати, здесь будет весьма солидный, по-моему, проход. Единственное, что, конечно же, здесь им придется выходить именно вот в тот самый дымок. И я не понимаю, будут ли здесь какие-то флешки. Так, ну, раскидали, конечно, знатно. Заход есть. Сиза, это отличный минус. Деня проверяет абсолютно все позиции. Смитс пытается выжить. И открыться на Б удалось. Кстати, опять же, заметьте, французы не занимали дугу. Они ее отдали, они сыграли закрыто, пассивно. Они ожидали, что Нави растеряются и не начнут что делать. Но у Нави была конкретная раскидка. Две флешки на кафель. Несколько гранат, которые залетели в сам плент плюс молотов. И Кио в бланде просто не словил свой тот самый нужный для него тайминг. Ну и дальше мы видим... Эдвард! Ой-ой-ой. Ваня, Ванечка! Ну, подсобрался Ванек. Ну, в живых остается Хэппи. Понятное дело, его можно искать. Хотя разницы здесь, если честно, нету. Опять же, экономическая часть уже не играет никакой роли для команд. Как у Нави, так и у Энви будут деньги на закупку до конца. Только в случае, если вы будете трижды к ряду покупать снайперскую винтовку. Ну, а Нави, вот знаешь, если бы пять человек покупала снайперскую винтовку, было бы так, да. Кстати, только что был показательный момент. Нави настроена играть без АВП в атаке. Был шанс у Вани забрать АВП для Словака, но нет. Ковач готов попадать строго по головам своих соперников. Тем не менее, вот этот раунд, он важнее, чем предыдущий. И это понимают обе команды. Французы прекрасно понимают, что смогут уже потом бороться за победу. А вот Нави сейчас нужно максимально продуктивно продумать все свои действия и принять серию правильных решений, к чему они могут быть не готовы. Ну, и Энви здесь не желают пока что создавать какой-то дискомфорт. Они просто сохраняют интригу за собой, последнее слово за собой. Никто никуда не лезет. Никто не готовит каких-либо сверхсекретных раскидок, аркадки. Опять же, делается это все для того, чтобы Нави проводили раунд вслепую. Ну, теперь они уже знают действия ВП. Тоже хороший момент. Заметь, как стояли французы в начале этого раунда, но все же решили поменять эту схему обороны и немного перестроились. Ну, опять же, анти-дубликейт здесь получился в исполнении команды Нави. В этот момент мы видим, что сделал один игрок, который отыгрывал... Так, вот, знаешь, Смитса, походу, мучают сомнения. Ну, комбинаторика просто сейчас у них пошла уже скил, потому что топ-тайминг не ловил, и они будут пытаться импровизировать, скорее всего. Что делает Смитс? Ой-ой-ой, как ошибается Смитс в попытке сыграть, как самый хитрый человек на планете Земля. Остается в живых Кио, его здесь задавил. Флейми Бэплэнд пробивается два раунда к ряду. И это проблема для ребят из Энвис. Они теряют внимательность. Хэппи не чекает угол, Сизет его просто наказывает. Церковь чистая, и у Шакса и Эндикея остается последняя возможность сыграть в паре. Стоп, 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 ребята из НАВИ. Тут торопиться еще рано. Два в три ситуация, с учетом того, сколько здоровья. Врожденных побеждает, но это не смущает Костина. Подожди, остался еще самый опасный, самый опасный игрок команды Энвис. Ой-ой-ой-ой, и все висело на волоске, но он не ожидал то, что харьковский дуэт сыграет настолько, настолько просто закрыто, и они уйдут все в одну нычку, и посмотрите, что произошло. И вот теперь тот самый момент. Впервые на карте Инферно у команды НАВИ появляется матч-поинт. До этого матч-поинтами могли похвастаться только французы. Заметьте, они прорвали два раунда на Б. Теперь уже не прокатят, скорее всего, хотя кто его знает. Но, по-моему, звено Б-планта у Тим Энвис было выучено за всю первую половину. Оно уже не то, что выучено, оно просто-напросто перепугано. Ну, вот непонятно, перепугано ли. Ну, вот как Смит принимает. Помнишь, вот в первом раунде, когда Костин проверил левую нычку, Смит не поверил. Оу, какой размен от Зевса на дуге. Ну, редко такое бывает. Обычно игрок уходит в дым и не дает себя в обиду. Здесь Смит чуть просчитался и был вычислен очень-очень быстро. 17-18 на табло, и еще ничего не закончено. И в перспективе карта номер 5. Так, ну, вот, знаешь, 4 в 4 мы еще не видели. Подожди, тут в перспективе пока что только... Ну, или... Вторые оверы. Или гэгэшечка, или вторые оверы. Да, но, знаешь, вот мы еще ситуации 4 в 4 не видели. Именно в таких моментах проявляется та самая... та самая командная игра, которой вот Na'Vi чуточку не хватало во второй половине. Покажите нам на секундочку карту, чтобы мы все насладились позициями французов, как они решили стоять в обороне именно в этом раунде. Ну, это называется... Ну, это можно назвать сейчас будет... Вот я про действия команды Na'Vi. Это можно назвать сейчас будет мертвый номер, потому что... Да, это выход на Аплэнд. Здесь двоится в больших песках. Тем не менее, Гвардиан. Шокса забрал Гвардиан. Минус Хэппи. 2 в 2 прострелы продолжаются. Словака тоже на хелли. Или в этот момент в спину есть выход от Кио. Остается лишь Зевс. У него очень мало здоровья, чтобы вот в таком раунде работать действительно в свою пользу. Его просто выкуривают с точки. И мертвый номер от Na'Vi не сработал. Ну, мертвый номер это был действительно, потому что выходили в трех игроков. Хотя как-то вот на мой взгляд они слишком рано отдали, знаешь, контроль дуги. Нужно было все-таки там кого-то оставить. Тем более, что игрок защиты вышел на инфу. Это был, кстати, номер 5. И это был Кио, который зашел в конечном итоге в спину и забрал Гвардиана. Гвардиан едва-едва не отстрелил третьего игрока через дым в коврак. В общем, выкладка была на 100% вот в действиях команды Na'Vi, но все-таки Envis свое отдавать не хотят. Хотя понимают прекрасно, что если сейчас выигрывают, им нужно будет потеть на трейне, а Na'Vi их изрядно подмотали. Что ж, ждем ли стартов очередной раз. Так, французы готовы начать вторую серию овертайма. А вот Na'Vi пока что не до конца собрались и по-прежнему нужна им небольшая пауза. Очень небольшая. Реди. Реди и матч начинается. Что ж, 17-18. 17-18, но интрига на пределе. Мы вспотели, мы потерпели. И вообще, мы просто здесь все, кто сюда пришел, мы все прямо суперкрутые, потому что до сих пор не можем оторваться от экранов, не можем оторваться от команд, от красивого КСа. Ну, бывает такое, но бывает редко. Но черт возьми, как я рад, что вот именно в июне, именно летом. Жаркая летняя катка. Что может быть круче? Что ж. Серия ответственных моментов от команды Na'Vi. Им нужно продолжать играть за атаку. А это очень и очень... Ну, это та еще миссия, знаешь, для них. И, знаешь, вот, по-моему, тут уже не будет тех самых халявных раундов на B. Тем не менее, Na'Vi будут, по-моему, сейчас пытаться именно пугать своих соперников вот этой вот игрой. Так, уже есть продление дыма на B. И под флешечку заходит Kio. Ну, вот, наконец-то! Агрессивно сыграли французы под базой B. Сделали выпад и сейза дозабрали. Но на пределе внимательности продолжают играть ребята из Envis, потому что вся инфа была собрана. И Shox плюс, по-моему, NBK должны здесь слегка справляться с этим заходом. Но удается... Посмотри, куда залез Эдвард! И он наказал NBK! Я знаю, это коврак. ZEVS разбирается со смитцем. Игра на Апланете становится каким-то прямо адом в прямом смысле этого слова для Envis. И только нестандартные действия. Гибкость в позициях может спасти сейчас их на этом выбивании. У Na'Vi комфортные позиции. Но французы слишком хороши, чтобы проигрывать именно таким мувом. ZEVS минус KIO. Эдвард грамотно манцует. Не дает себя в обиду. 2 в 3 ситуация. Ну, тут нельзя просто гибнуть на вето. Понимают. Спрейдаун есть! И Эдвард заказывает. Хэппи-1 против двоих. Забрал Словака. Но бомба пикает слишком быстро. Ой-ой-ой! Плотно! Плотно взялся за дело Эдвард. А ты знаешь, вот его вот эти вот сколько у него там было? Ноль на сколько? Ноль на 10. Ноль на 10. Его ноль на 10. Про него уже можно забыть. Я уже давным-давно забыл. 26 фрагов, 3 асиста, 23 смерти. В плюсе, Ванек, все хорошо. Короче, я начинаю замечать вот уже следующее, что французы действительно сейчас какую-то педаль стоп в себе нажали. Они не могут играть нормально. Потому что отдавая плент, они не справляются с выбиваниями. У них есть все для этого. И молотов, и флешки, и гранаты, и дымы. Ситуация даже комфортная по численному равенству. Но не получается. Вот Нави слишком четко чувствует свои позиции в ответственный момент. Если, например, в начале раунда они где-то там в небесах, то потом они знают, что делают. И сейчас основная задача Энвис это попытаться действительно на каких-то там зумах, может быть, на снайперских винтовках не пропускать оппонента к себе в упор. И не запускать их в плент. Потому что потом вообще корвалол начинается. И Энвис в принципе все еще в ожидании каких-либо действий от Нави. Минута до конца раунда. Пока кроме того, что насмерть напугали на Б планете своих соперников, Нави больше ничего не сделали. Так, ну тут, по-моему, будет очень насмерть. Тут даже там страшно кому-то должно стать. Так, что-то подсказывает, что этот дымок летит прямо на хелпуну на базу боя. Ну не что-то, он прямо по линии просто бросается. Ну, редкий дым на самом деле. Но самое главное, посмотрите, что сейчас происходит на той самой точке. Он еще летит даже не туда, он летит просто в... Ого-го-го-го, это сплит Апланта. Это сплит не Апланта. Это сплит Апланта. В респаун пытались ворваться Нави, но диффенс Б базы у Энви был образцовым. Ну и надо выходить уже как по заказу. Но самое главное, знаешь, взяли один в атаке уже хорошо. Что ж, 2 в 4 против перекрестного огня воюет Флейми. Энверд гибнет и Хэппи, в принципе, ставит здесь точку. 19-19 на табло. 19-19 и последний раунд первой. Половины второго овертайма. И для Нави желательно его просто брать. Так, ну вот Гвардиан думает 8-650. Да, да, будет эта штука. Кстати, до сих пор мы не увидели в действии Смидса. Его услуг пока не потребовалось. Мы также не увидели агрессивной снайперской игры от Хэппи. Хотя он мог себе это позволить. Но, знаешь, вот, по-моему, шестое чувство ему подсказывает не сейчас. Не сейчас, а то билет... Билет пойдешь покупать. Ну и здесь весьма интересная ситуация сейчас была с флешкой. Вот Киашима должен был остаться в спектаторах, скажем так. Пытались его под флеш заставить сместиться в прыжке. Гвардиан промазал. В итоге этого минуса не было. И, в общем-то, команда Нави будет работать снова вслепую. Ну, как вслепую? Вроде бы о чем-то подозревают ребята из Нави. Но, опять-таки же, это только догадки. Так, ну смотри, что хотят сделать. Хотят сотворить, по-моему, сейчас... Ну, нужен open-frag пардям. Вот так они это сейчас открыто показывают. Что после этого выстрел этой французской команде становится ясно. Ну, по крайней мере, вот такой выстрел, он всегда подозрительный. Либо это декой, либо это то самое, что называется, подсадкой для отстрела. Трешки на втором пленте. И мы это с вами понимаем. Так же это чувствует и команда Энвис. Так, ну пощекотали здесь нервишки друг другу, ребятки. И, знаете, вот неплохой мог получиться заход. Вот, но как же сейзет тридцатку мимо в жало и в последний момент. Ну, три пули, конечно, его оппонента наказывают. Но дальше плетка от Смитса просто не должна физически давать проходить игрокам нападение. Взевс, конечно... 15 секунд. Ваня Эдвард и Данила Тесленко. Привет, первый. Привет, второй. Давай, третьего. Есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Шесть секунд. Успевает поставить бомбу или не успевает? Да, успевает. Нет. Врывается в дым НБК. НБК до последнего находился на дуге. Первая половина заканчивается со счетом 20-19. Но что сделали Нави в последние секунды раунда? Просто фантастика. Убей Эдвард третьего и поставь бомбу за B1. Энвис бы сейчас были бы очень расстроены. Не то чтобы расстроены, они бы были напрочь деморализированы. Ну, как минимум один в два. Но, знаешь, проблемы, которые им доставили Нави, уже здесь как бы сказываются на игре французов. Вспомни. 0-10 Эдварда. Да, мы решили с тобой об этом забыть. Но мы напрочь потеряли Киа Кинга. У этого парня где-то после концовки первой половины было 7 фрагов. Сейчас 14. И это после полной второй и уже двух серий овертаймов. Выключился? Не то что выключился. Его действительно мы потеряли. Да, ну вот судя по его лицу видно, что ему тяжело. Шок что-то тоже там пытается рассказывать. Ну, опять-таки, вот, смотрите, в интернете виднее. Мы, к сожалению, не видим с Юрием, ну, не так часто обращаем внимание на камеру, на лица игроков. Потому что наши превью-мониторы рассчитывают, рассчитаны на КС. И только на КС. Ну, начало неплохое. Не то чтобы неплохое, а просто шикарное. Словак на главке забирает НБК. И спокойно уходит. Ну, абсолютно правильное решение. Ну, и уже в большинстве нави попытаются остановить команду Энви. При их попытке захода на любой из плентов. 4 в 5. 4 в 5 для Энви. Знаешь, последний раз, когда такая ситуация вырисовывалась, когда Энви сыграли в атаке, еще до овертаймов, вот, все заканчивалось. Ой, шокс. Ой, еще кто-то. Ой, еще кто-то. И в конечном итоге мы видели, действительно, доминацию французов. Но здесь не дают этого сделать парни из Нави. Пока не дают. 47 секунд до конца раунда. И коварный план Энвис все еще действительно смотрится коварным. Нави спасает только численное преимущество на данный момент. Ну, и время, которое пока работает на них. Где же? Где же он врыв? Есть от Зевса. Забрал Шоксана Главки. Тем временем выход с ковров от команды Энли. А здесь перегрестный огонь. Привет, говорит Зевс. Остается хэппи 1 в 3. Ну, и лишь бы сейчас не повторилась ситуация. Словак не выпускает из-под контроля французского капитана. Счет становится 20-20. Остается два раунда до конца второго овертайма. И... И Нави надо два. И Нави надо два. Тем временем нам вот в Твиттер тут привет передавал Александр Заволока. В прошлом легендарный журналист киберспортивный. Лекси, тебе привет. Лекси. Как там Рига? Как там Бэха? Или Продал? Ладно. Смотрим дальше за встречей. Мы тоже можем себе иногда позволить овтопить. Потому что, знаете, четвертая карта. И как-то говорить о КСе все время нельзя. Что ж, Нави. Смотри, решили весьма плотно подойти к процессу на дуге. Но самое главное, самый трэш вообще в том, что они не идут ее занимать в упор. Вот я задам тебе простой вопрос. Ты когда-то видел такую перепуганную команду Энви, которая вот так вот зажато играет в атаке. Мы обычно видим... Да, в прошлом раунде. Следующую. Да, в прошлом раунде это хорошо. А вот до этого где-то в официальных матчах. Энви боятся сейчас атаковать на карте Инферно. Они понимают, что любой неправильный шаг это, возможно, проигранная игра. А в итоге и отданный чемпионский титул. Итак, что же придумают французы на этот раз? Занятие Дуги Фуэйми грамотно зачекал. Хорошо. Так, какая-то интересная здесь подготовка точки Б в исполнении французов. И Фуэйми так отфейлил. Отфейлил при приеме. Выпад с дыма от НБК просто был действительно очень грубым. 30 секунд до конца раунда. Зевс перетягивается, но ничего дальше не происходит. Никуда не торопятся французы. 20 секунд не смущает команду Энви. Итак, что же это будет? Раскидка базы Б. А куда же все-таки пойдет атака? Так, первый упал. Плохо начинает свою переслелку Сиза. Зевс туда же. Бомба ставится на последних секундах. И, по-моему, по-моему, знаешь, здесь уже в Нави придется играть снова на ничью. Ну, удалось ворваться. Опять же, второй волной. Очень грамотно действовали Энвис. Ковач задаваться не собирается. Шахса забирает Ковач. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ошибка в Хелпена. Что, боже мой, творит сейчас здесь Эдвард? Ковач. А туда же. Он не понимает, где находится последний. А последний сделал то же самое, что делал Харьковский тандем. И в итоге 21-20. Снова матч-поинт для Энвис, друзья. Это второй матч-поинт для французов. Пока что они и здесь лидируют. Один был у Нави и два у команды Энвис. Ух, жарко, жарко на Инферно сегодня. А вот это вообще суперрешение. Ну, здесь, знаешь, отчаянием это не назвать. Опять же, нет экономической части, чтобы понимать вообще, что делают игроки. Но есть, опять же, в руках абсолютно оптимальная закупка для Нави. И такая же оптимальная закупка есть у Энвис. При этом еще у некоторых игроков девайсы, которые им удобны. Так что это я про Смитса и его вот этот вот стреляющий агрегат. А я бы на Флейме посмотрел. Ну, Флейме. Ну, Флейме вообще пропустил Дугу в прошлом раунде. Пропустил ее очень-очень плохо. И должен исправляться в этом. И должен исправляться в этом и в последующих. Именно для этого Егор взял ту самую плеточку. Дадут ли это сделать Энвис? Вопрос только в одном. Итак, опять 45 секунд до конца этого раунда. Мы начинаем отсчет. Возможно, эти 45 секунд будут последними на карте Инферно. А возможно, еще мы увидим с вами как минимум 4 раунда на третьей серии овертаймов. Итак, повторная раскидка базы Б. Что же будет дальше? А вот и дальше Словак дает информацию о зашедшем игроке на главку. Шок сгорел. Словак. Отлично. Эдвард великолепно. Ну, вот здесь Нави уже было не обмануть. И два раза. Два раунда к ряду не получается делать то, что они делали до этого. Гвардиан. Боже, что он делает? Как он стреляет? Это щекочет нервы всем подряд. Один на один. Флейми против Кэпи. И вот, как ты говорил, придется исправляться. Но время. Время ключевая опция такого сложного, перетянутого раунда. 21-21. И это будет... Третья серия овертаймов. Ну, да, Бог любит троицу, поэтому ждем готовности. Так, Гвардиан пишет. Валев, пожалуйста, пофиксите фаззумы, потому что, ну... Даже Словаку не нравится, как он убивает. Ну, понимаете, он уже два раза должен был отстрелить и убить, но этого не произошло. Так, ну вот тут... Ого! Как оно было мощно. Бомба упала прямо в тот уголок, но и времени не оставалось. Четвертая секунда. Что ж, готовы Энвис продолжать атаковать. Нави готовы продолжать защищаться. И это нужно делать прямо сейчас. Ждем старта игры. Опять-таки, эту карту нужно закончить. И она закончится либо победой. И кто-то обретет титул чемпионов, либо мы увидим ночной поезд. Ну, или карта Де Трэйн. Ну, что-то пока, вот, знаешь, не пылают готовностью команды. Ни Нави, ни Энвис. Так, ну, вроде бы все на своих позициях. Покажите французов, что у них. Да-да-да, все на своих позициях, все на своих местах. Опять же, им вот после прошлого суперперерыва уже не разрешено, по-моему, как бы покидать сцену. Надо доигрывать в любом случае. Ну, полиция, можно сказать только одно, что они думают и не общаются, потому что Энвис сейчас действительно попали в тупик. Все, готовы французы. НБК написал ready. А я пока пальну твиттер. Тут вот один человек отвечает. Так, ладно. Итак, пошел обратный отсчет. Три, два, один. И вот она, третья серия овертаймов. Садди! 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 Так, ну вот в закупке сразу, наверное, стоит отметить и как французскую команду, так и команду из СНГ. Просто скажем, Егорка молодец. Не удалось Флэйме реализовать задумку последнего раунда второй серии овертаймов, и он решил дублировать закупку и опять-таки же оставаться с той самой плеткой в руках. Тем не менее, знаешь, вот будь времени в прошлом раунде у Хэппи больше, я бы, не знаю, болельщики бы команды Na'Vi просто не простили бы вот Флэйме этот момент. Было бы очень много мемов, как минимум. Итак, Энвис на этот раз снова пытается что-то пробовать, и пока у них получается вскрыть 15. О, сейчас будет сочно. Чувствую, будет сочно. Итак, Даня. Просто великолепно. Повелись, повелись, сладкие, но это еще не все. Это не конец. Потому что ситуация 4 в 2, потому что на Б-планте по-прежнему присутствует Флэйме, его пытаются атаковать. Операция плетка 2-2 хэдшота 22-21, где ты был в Флэйме 2 раунда назад. Не даром Егорка приберег этот девайс напоследок. Два невероятных хэдшота с плеткой в руках, и это первый раунд в третьей серии овертайма. Посмотри на связку Сизд плюс Зевс. Как же Сизд заставил Зевса задержаться? Нет, не лезь, братан, попозже, попозже. И вот такие сладкие две спины. Кстати, по-моему, Зевс сейчас... Вообще на Зевса работало сразу два человека. Первый был Словак, второй был Сейзд. И они сработали идеально. Ну, французы здесь, конечно, тоже погорячились тем, что решили пройти быстро через зелень. Это не самая лучшая идея, если честно. Если учитывать даже то, что просто присутствует, то, что это овертайм, и есть ВП, и там по-любому будет стоять снайпер. Надеяться на дымы там, конечно, как вариант, но пройти вряд ли. Что ж, 21-22. Но на самом деле темп игры уже попадает в то русло, когда на Ю, по-моему, оказались вот за удобную сторону первый раз вообще вначале. А Флейми продолжает делать свою грязную работу с плеткой. Все с той же плеточкой в руках. Забирает НБК. Знаешь, на самом деле он очень чисто работает, и даже ни капельки не грязно, потому что... Ну, ты же понимаешь, что это не в прямом смысле сказано. Так, ну его уже пытаются загнать, а здесь Сейзет. Ой, ну тут просто все. А вот дальше лезть не надо было. Вот опять та же самая. Вместо ситуации 4 в 2 мы получаем 3. В 2 занятый бэтлэнд французской команды и установленную бомбу. Ты понимаешь, что вот ситуация, она опять такая же. Снова Сейзет умирает в поре. Флейми не отходит, пытается стреляться и недооценивает французов на стрельбе. Так опасная ситуация у Владислава Ковача. Слабак! Вместе с Зевсом наказали. Киашима 1 в 3. Самый слабый игрок по статистике этой карты прямо сейчас попробует взять клатч. И этот клатч очень важен для его команды. Знаете, по-моему, его зачекали. Слабак! Итак, 7% здоровья не помеха для Ковача. Идеальный выстрел с АВП и это 23-й раунд для команды Na'Vi. Итак, возможно, впервые на овертаймах мы увидим действительно сухую половину. Для этого Na'Vi достаточно взять последний раунд этой половинки. Да, он очень и очень нужен. Кстати, по-моему, еще 3-0 никто не брал в оверах. Да, я же говорю, это будет впервые на этих овертаймах. Но у Na'Vi, заметьте, у Na'Vi не было такой возможности. Они за слабую сторону, если учесть, как они сыграли вообще в первой половине в нападении. И как они играли потом. Да ладно, просто на морозе NBK сносит своими. Сейзет. Ну, теперь надежда только на тебя, Денис. Ох, а там упал неплохой пожар. А там подскорили все бронцузы. НБК 3 в 3. И подарок на точке. И 2 в углу. И Зевс первого забирает. Ой-ой-ой. Как же жестко здесь сыграли Na'Vi в красный фио. Идет в плент. И все это безразменно. Na'Vi наказывают в защите. По-моему, просто в сухую это будет... Хэппи один против троих. Гвардиан в спине. Это 3-0. И 3 матч-поинта для команды Natus Windsor. Но NBK пишет ГХ, Smith пишет ГХ. Это значит, что... Будут бороться. Будут бороться. И даже я не побоюсь этого слова. Они попробуют сейчас наказать в ответ так же. Они это умеют. Они это могут. Но знаешь, вот сейчас будет тот раунд, где любой фраг в пользу команды Na'Vi заставит команду... Зал взрываться. Зал взрываться. А команду Envy трястись руками. Вот это становится видно. Ну что ж, долго думают команды насчет вообще второй половины. Na'Vi точно придется демонстрировать что-то новое. И это точно не выход до контакта на B-Plant. А вот как поведет себя команда Envy в защите, абсолютно непонятно. Остались ли вообще у них сейчас какие-то силы? Так, по-прежнему ждем готовности, точнее подтверждение этой готовности от капитана команды Na'Vi. Видим, как Даня пристально и усердно объясняет вот ту самую верную и, наверное, победную тактику для команды Na'Vi. Так, ну зал уже с ума сходит. Всем хлеба зрелищ. Зрелищ и хлеба. Ну, кстати, я вот, знаешь, посмотрел на время и как-то 23.07 на часах меня удивили. Если честно, я думал сейчас где-то уже два ночи. Обычно вот гранд-финал, в котором четыре карты сыграны, это очень-очень поздно. Сегодня мы идем идеально. Ну мы же не турнир на букву Г. Ты что, 24-21. Я вот начинаю себе уже напоминать, которые мы комментировали с задержкой 7 часов. В общем, три раунда преимущества. По сути, друзья, один раунд нужен Na'Vi и... И это будет ГГшечка. Каждый раунд в наушниках французской команды и не только французской будет... ...это страшный звук, который просто... Он действительно очень страшный. Так, ну знаешь, вот потом, конечно, будет неудобно мне немножко с Андерсом спорить и общаться. Ну ладно. По крайней мере, ну в одном я с ним согласен, а вот в другом я... В другом он просчитался. Воспользуемся этим. И посмотри, что делает Smith. Он точно так же использует решение Егора. Так а что тут делать? Что тут еще можно сделать? Думает, если ответить достойно, то надо достойно отвечать именно с плеточкой. Да, ну а Na'Vi решили, вот знаешь, очень так продуктивно готовить сейчас вообще всестороннюю карту. И вот под Аплантом у них есть там небольшие шумы, и мы видим, что происходит. Под B тоже точкой. Вот в начале была какая-то вроде попытка сыграть агрессивно. Но опять же, вот французы здесь в преимуществе находятся по позициям. И первый минус, как видим, за NBK. Эдвард невнимательно, вернее, неаккуратно сыграл сейчас на позиции Ковров. Запрыгнул в окно, после этого потерпел. Так, вот очень жестко сейчас сыграл Happy плюс NBK. Очень четко, очень красиво. Да, сделали свой минус и максимально быстро ушли на безопасные позиции. NBK еще одного забирает. Это Даниил Тесленко. Ну и что ж, Na'Vi втроем будут доигрывать этот раунд. Ну, видишь, та же самая картина, что и в принципе в той половине. На самом деле в этом раунде Na'Vi не показали ровным счетом ничего. Они, ну вот, каждый по очереди допустил ошибку при попытке зачехать и прогнать французов на дефолтные позиции. И в итоге раунд проиграли подчистую. 22-24. Первый матч-поинт отыгрывает французская команда. Еще два. И только после этого будет четвертая серия овертаймов. В противном случае Na'Vi становятся чемпионами 13-го сезона звездной серии. Что ж, ну, знаешь, Na'Vi сейчас нужно, конечно, вернуться, по-моему, вот к корням своей игры за атаку. А именно к тому, что нужно все-таки пытаться действительно выбивать вот контроли тех самых позиций, типа банана или дома, да, играть его более внимательно. Ну и вот вроде бы сейчас, конечно, все получилось отчасти на первых секундах. Но фишка в том, что пройти здесь могут и не дать игроки. Как же везет. Игроки французской команды. Так, там потушили, тут потушили. Ну и, в общем-то, по-моему, без вариантов здесь должно все сейчас заканчиваться в пользу Эмбис. Потому что два скобров вообще туда не смотрели. Конечно, пыхтит Сиза с Эдвардом. Два в три еще ничего не закончено. Хэппи Эдварда забрал. Ну и только Костин может повлиять на исход этого раунда. Денис один против троих. Как же не вовремя. Ого, вот это что было, я не знаю. Но тут был точно супер сюрприз от Дениса. Приятный сюрприз для французов. И уже на экране 23-24. Последний матч-поинт в распоряжении команды Нави. Запредельная концентрация. Кстати, вот опять, смотри, опять они выходят и пытаются начать чекать плей. Чекать какие-то ныжки, когда все намного проще. Притык. Да, когда французы просто стоят впритык. Они забывают про это. И вот когда видишь такие выходы с ковров, становится немножко, ну, немножко как-то жалко. Вот ребят, которые это делают. Что ж, 23-24. Он килл вообще себе Зевса купил. Красавчик. Думает, без Зевса здесь точно не обойтись. Так, ну и вот у Нави здесь, знаешь, сначала была соло-работа. Небольшая в исполнении Костина. После, опять же, они пытаются создать интригу для своих соперников. Ну и, походу, вот то, что я сейчас думаю... Минута времени. Этого более чем достаточно, чтобы раскидаться, оформить перетяжку. Потом передумать и опять вернуться на базу Б. Но нет, Нави первый. Волной атаки заходит и... О, мой бог. Это как вообще произошло? Я просто, ну, я все, конечно, понимаю, но вот... Ого! Погоди! Погоди, Нави не сдаются. Кикинг, ошибка! Два имея минус, 3-4. 3-4, Нави взламывается. Численное преимущество на стороне команды Нави. Бэтлен. Но еще ничего не закончено. Энвис готов работать очень гибко. Они стараются и выкуривать, и отстреливать. Есть два минуса. 2-3 ситуация. И что самое странное, бомба по-прежнему не стоит. Гвардиан забирает Хэппи. Но время есть. Будет ли выцеп? Да, выцепляют еще и Энбикея. Два в одного. Шокс, 13 секунд до конца. Ну, тут нужно пытаться уже как-то ставить. Поби, Иван. О, 25-23. Натус Винцер становится чемпионами SL TV Star Series. Они не дают французской команде взять верх в очередной раз. И, наконец-то, у них это получилось. Я не знаю, как они пропотели в этом раунде, но они взяли просто... Давай просто вспомним. Изначально Na'Vi проигрывали карту Inferno за счетом 9-0. И после этого наши парни собрались и оформили тот самый невероятный камбэк. 25-23. Na'Vi чемпионы 13-го сезона звездной серии.